Добрый вечер, уважаемые телезрители! Телеканал Видное ТВ начинает свою работу в прямом эфире. Я думаю, что многие наши телезрители помнят, как на День города проводилась льготная подписка на газету «Видновские вести». И вот пришла пора разыграть призы, которые мы обещали от газеты «Видновские вести», от дирекции киносети. Те призы и подарки, которые мы подготовили специально для вас, для тех подписчиков. Я еще раз напоминаю, кто подписался на газету «Видновские вести» в День города, который мы широко и празднично отмечали. И сегодня, сегодня, никуда не, прямо сейчас никуда не переключайтесь, потому что те призы и подарки, которые для вас подготовлены, поверьте, они очень интересны и значимы. Я думаю, каждому будет интересно у себя в доме иметь именно такой приз, сувенир, подарок, да, можно назвать абсолютно как угодно. И сегодня мы пригласили на вот этот розыгрыш призов очень уважаемых людей. И позвольте представить. Ник Васильевна Решетина, главный редактор газеты «Видновские вести». Добрый вечер, Ник Васильевна. Здравствуйте. Алексей Васильевич Плотников, заместитель главного редактора газеты «Ежедневные новости» Подмосковья. Заслуженный работник печати Московской области. Ну, а если перечислять все ваши награды, то, я думаю, у нас весь эфир именно на это и уйдет. И Владимир Степанович Меньшов. Владимир Степанович, добрый вечер. Добрый вечер. Напрямую связан с газетой «Видновские вести». Итак, дорогие друзья, если сейчас мы, можем мы, режиссер эфира, показать общий план, то мы увидим, что здесь у нас есть лототрон. Есть у нас лототрон, в котором находятся шары. Каждый шар пронумерован. Мы, когда подготовились к эфиру, у нас составлен вот такой вот утвержденный список. Список утвержден. И каждый человек, который был подписан на газету «Видновские вести», получил свой определенный порядковый номер. Когда лототрон будет вращаться, шарики будут, да, вылетать, то я сразу по списку могу определить, кто победил и кто выиграл тот или иной приз, сувенир, подарок, можно назвать как угодно. Но прежде чем мы начнем это делать, я хотел бы обратиться к гостям, и чтобы немножко мы ввели наших телезрителей в такой исторический экскурс, да, может быть, провели. Как создавалась газета, когда она появилась, да, как она вообще родилась в нашем Ленинском районе? Николай Васильевна, вам, как говорится, и слово держать. С удовольствием, да. Наша газета в бурное время родилась, и первый номер вышел под названием «В бой за коллективизацию» 25 февраля 1931 года. Я даже более скажу, у вас же есть газета с этим первым номером. Да, но это не совсем первое, но вот здесь у нас есть шапка ее, да. Вот в бой, скорее всего. А вот даже у меня есть такое распечатка, да, в бой за коллективизацию. Газета отражала суть времени, вы понимаете, она была боевым листком, но недолго она была этим боевым листком, в стране улучшалось положение дел, она меняла свое название. Позже стала газета называться «Ленинский путь», потом «За коммунизм» и «Ленинец», в конце концов. А «Видновские вести» уже в 90-х годах мы стали. За это время, за 85 лет сменилось 25, мы считали, редакторов главных. И каждый человек, каждый редактор вносил, конечно, свое понимание и разработки тем, и свое видение газеты. Очень интересно, мы сейчас готовились к юбилею в 2016 году, мы просматриваем архивы и прям, вы знаете, представляешь людей и эпоху, в которой делались газеты. У нас, конечно, большое, много редакторов, и вот я сижу рядом с Алексеем Васильевичем Плотниковым, он, впрочем, тоже, 86-й, кажется, 89-й, да, Алексей? Был главным редактором газеты «Видновские вести», и вы знаете, его молодежная полоса «Горизонт», она же ведь побеждала, как? Не один раз, Алексей Васильевич, тоже очень много причастлив. Алексей Васильевич, тогда, если можно, да, немножко добавить по истории, потому что я знаю, что вы с трепетом относитесь к истории, да, и уж тем более родной газеты, с которой, да, в общем-то, в большей степени связана большая часть жизни. Ну, да, в журналистике я как раз после университета, с 1978 года, и первая моя газета основная, это как раз районная газета, тогда она называлась газета «Ленинец». Но что интересно, вот, Ника Васильевна сказала, 25 редакторов сменилось за это время, за 85 лет, получается, в среднем редактор работал около, меньше четырех лет. Ну, вот я тоже редактором меньше четырех лет, но мне повезло работать, я считаю, с двумя редакторами. Это прежде всего, ну, с Александром Ивановичем Якуничем, и я знаю еще одного редактора, который, хотя и говорят, что нельзя войти дважды в одну и ту же воду, но у нас дважды, два раза работали редакторами Якуничева Александр Иванович и Самсонов Анатолий Алексеевич. Хотел бы сказать, что Анатолий Алексеевич, жив-здоров, это тоже эпоха в газете, эпоха в комсомольской работе, это человек, который прошел войну, участником Великой Отечественной войны был, сам он родом из острова, первый раз редактором его назначили, и он работал с 1958 по 1960 год, а потом, когда появилась газета «Ленинс», она появилась... И уже стала городом в 65-м году. Да, вот как раз в 65-м году, и первого редактора как раз он стал... Именно городской газеты, как уже, да, городской газеты. Он стал первым редактором «Ленинса». И я буквально недавно с ним встречался, он жив-здоров, но, к сожалению, по состоянию здоровья ему уже 91 год, он не мог сюда приехать, но он в полном здравии, в памяти и вспоминает, как вот... Да, былые годы. Как все это было, как строилось, выстраивалось. Вот, и он у нас вошел в книгу, посвященную участникам Великой Отечественной войны, которая сегодня разыгрывается, кстати, это Ленинский район, годы Великой Отечественной войны. Ну, а Александр Иванович Игунчев, это отдельный... Я еще застал, да. Отдельная тема, отдельный разговор, Ника Васильевна, наверное, мы вместе, его птенцы, можно сказать, его племени, и нам есть что, конечно, сказать, поскольку он, наверное, если считать средним, я сказал, около 4-х лет, а некоторый год, 2-3, я 3 с небольшим года. Если он руководил, то Александр Иванович около двух десятилетий, то есть больше всех. И он имел опыт не только районный, он работал в федеральной прессе, в сельской жизни, вот, имел опыт... В 17 лет руководил. Да, в 17 лет. В 17 лет, да. И это во второй свой, скажем, приход, и 3 года в первом, да, появился, получается, 20 лет у него тоже, в общем-то, в какой-то степени юбилей. И мы теперь даже называем не просто годы работы, а это была школа Якуничева. Эта школа, я тогда, прошу прощения, в чем заключалась школа Якуничева, это, прежде всего, дисциплина, которая, вообще-то, среди нашего брата-журналиста, наверное... Кромает, да. Кромает, да. Не все выдерживает. Вот. Затем удобно умение строить материал, подавать факты. И, наконец, это то, что, наверное, объединяло его с Гаевским, о котором, наверное, книгу знаете, да, товарищ директор. Это быть лучшим, быть впереди. А с нас он требовал писать материалы такие, чтобы запоминались, чтобы эти материалы оставляли след. Вот. И мы к этому стремились. Ну, я уверен, что ему это абсолютно удавалось. Я хотел бы предложить нашим телезрителям посмотреть сюжет вместе с нами, который телеканал «Видное ТВ» специально подготовил об истории, об истории газеты «Видновские вести». 25 февраля следующего года газете «Видновские вести» сполнится 85 лет. За этот период издание сменило не одно название, но все так же любимо и почитаемо жителями. Первый номер вышел очень по-боевому с названием «В бой за коллективизацию». Это 1931 год, как вы понимаете, задачу четко ставила перед собой газета. Потом она преобразовалась в «Ленинский путь», позже называлась «За коммунизм». Уже многие из наших читателей помнят советское время, когда газета называлась «Ленинец». И вот в 90-е годы вместе с большими переменами в стране изменились и мы стали «Видновскими вестями». Многое зависит от личности руководителя газеты, ее главного редактора. Ника Решетина занимает этот пост уже более 10 лет, а пришла в газету еще в молодости с желанием поступить в Московский государственный университет. Самый плодотворный, на мой взгляд, период был в газете во времена редакторства Александра Ивановича Якуничева. Этот человек, конечно, почти в общей сложности 20 лет руководил газетой. При нем стали издаваться многие книги. Он сам писал по истории, участник войны. Человек заслуженный очень и многими уважаемый. Александр Якуничев стал наставником и учителем для многих сотрудников газеты, некоторые из которых работают и по сей день. В редакции газеты «Видновские вести» работают очень специалисты высокого класса. У нас три работника, заслуженного работника печати Московской области. К этому званию идти очень непросто. А у нас вот Этерия Акакина-Каберидзе, Евгения Петровна Сорокина. Это, конечно, непровязненные мастера. У нас великолепный, я считаю, дизайнер Шишлов Юрий Вячеславович. Он исполнительный редактор газеты. К юбилею в «Видновских вестях» готовятся уже сейчас. Буквально с первых дней декабря у нас появится очень интересная рубрика. Это публикация в первозданном виде исторических полос нашей газеты. К печати запланированы материалы, найденные в архиве, передающие атмосферу и колорит ушедшей эпохи. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ну что ж, мы посмотрели сюжет, который подготовили корреспонденты нашего телеканала. Ну а сейчас наступает момент, ради которого мы и собрались сегодня здесь, в этой студии. Мы переходим к розыгрышу, к розыгрышу первых призов, сувениров. Итак, как я уже говорил, у нас есть вот такой лототрон, где есть шарики. Ну что ж, с вашего позволения, я начинаю розыгрыш. Итак, внимание, первый шар, никак не хочет выходить, сейчас выйдет, наверняка, есть. Итак, первый шар, первый шар, который выпал, шар с номером 141. 141, у нас счетная комиссия все поправляет, и я беру список наших подписчиков, которые были. Итак, я смотрю, номер 141. Не поверите, но это так есть на самом деле. Гейлис Лариса Сергеевна, город видно, улица Лемешко. Ну, если кто-то из родственников, знакомых, да, смотрит сейчас эфир, можно спокойно позвонить Гейлис Ларисе Сергеевне, поздравить ее с тем, что она выиграла у нас первый приз. А именно, это православный календарь. Вот такой у нас первый приз, они находятся здесь у нас, да. Ну, и обязательно мы, как говорится, вручим, а может быть, вручим этот приз. Итак, я отмечаю себе, что номер 141 у нас разыгран. Ну, что ж, а я предлагаю, предлагаю продолжить, продолжить следующий шар. Итак, есть. И следующий шар у нас под номером, под номером 162. Номер 162, опять беру в руки свой список, и у нас под номером 162 Васильченко с проспекта Ленинского комсомола, дом, так, секундочку, дом 15, корпус 2. То же самое, то же самое у нас получает приз, номер 162, отмечаю себе. Ну, и это приз, подарочный, подарочный набор, подарочный набор 50-летию города, города Видное. Ну, что ж, как говорится, старт, старт дан, да. Первые, у нас уже есть первые победители, первые победители. Ну, и я предлагаю посмотреть, а что отвечали горожане, наши горожане, на, в общем-то, один единственный вопрос. А почему они подписались на газету «Видновские вести» и почему это необходимо сделать всем жителям Ленинского района? Мотивация спортсмена играет основную роль в подготовке лидирующих качеств наших воспитанников. И мы, тренеры, стараемся отмечать в газете «Видновские вести» наиболее отличившихся ребят, победивших районные, областные, всероссийские соревнования. Газета «Видновские вести» всегда являлась зеркалом нашего района, зеркалом жизни нашего района, в том числе и спортивной. В нашей семье, сколько я себя помню, газета «Видновские вести» всегда читалась, поэтому, пользуясь случаем, хотел бы предложить своим друзьям, знакомым подписаться на газету «Видновские вести». Ну что ж, мы услышали мнение одного из жителей Ленинского района, а сейчас у нас есть телефонный звонок, и я с удовольствием попросил бы режиссера эфира вывести его к нам сюда, в студию. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Я прошу чуть-чуть, может быть, телевизор потише сделать, чтобы не было эхо, и уже начинать общаться. Добрый вечер! Добрый! Это председатель общества инвалидов Шлыкова Раиса Фроловна. Да, Раиса Фроловна. Общества инвалидов района. А я хочу поблагодарить редакцию «Видновские вести» и «Васюгазету», и под руководством Ник Васильевны. Она очень помогает нам работать. Печатается информация вся о работе общества, что очень нам нужна. И я хочу призвать все население, чтобы они подписывались на эту газету, потому что информация о работе об общественных организациях, о жизни района, о людях, которые заслуживают внимания. Спасибо, Ника Васильевна. Доброго вам здоровья и большого труда в вашей работе. Спасибо, спасибо большое, Раиса Фроловна. Ну, я думаю, да, приятно всегда услышать мнение читателя, да, которые вот высказывают какие-то слова благодарности, да, за ту работу, которая, я скажу, очень кропотлива, большую работу всех сотрудников, всех сотрудников газеты «Видновские вести». Ну, а мы вновь переходим к розыгрышу призов, которые мы подготовили специально для наших жителей. Ивляк, внимание, следующий шар, следующий шар под номером, номер 180. И я смотрю свой список, номер 180, и у нас получает приз Паршутина, ЕВ, проспект Ленинского комсомола, дом 74. Отмечаю себе номер 180, и у нас наш подписчик, да, выигрывает книгу «Великие россияне». Очень такая хорошая, да, в хорошем издании «Великие россияне», я думаю, этот подарок будет очень и очень приятен. Ну что ж, идем дальше, разыгрываем следующий. Так, есть шарик. И следующий номер у нас, номер 195. 195, и я смотрю, Плотников, А, В, город Видное, улица Строительная, дом 13. Вот бывает такое, Алексей Васильевич? Да, это так. Так, вот так вот у нас в студии, вот так, Алексей Васильевич, да, получаете приз. Я даже больше скажу, вы получаете приз «Термокружка», но учитывая, сколько вы, как журналист, да, объезжаете территории, катаетесь по району, по Московской области, я думаю, «Термокружка» вам, как журналисту, всегда пригодится. Ну что ж, друзья мои, возвращаемся, возвращаемся к нашему рассказу, да, о чем вы начали. Но я хотел бы обратиться сразу еще раз к нашим телезрителям. Это абсолютно не последние призы. У нас на протяжении всей программы будут разыгрываться, они будут разыгрываться, поэтому смотрите, и вы обязательно дождетесь своего шанса. Ну, друзья мои, хотел бы вот с каким вопросом еще обратиться к вам. А расскажите историю, как лично вы пришли в газету «Видновские вести», как вы, как начиналась ваша судьба, ваше взаимоотношение с нашей районной газетой? Ой, вот у меня, например, очень интересно. Так? Да, мое знакомство с газетой произошло, началось с фильетона. Близкий мне человек попал в фильетон, в газете «Видновские вести», стал героем этого фильетона. Совершенно, с моей точки зрения, несправедливое было написано о нем. И я пришла к редактору, и Кунчев Александр Иванович тогда был, и стала добиваться правды, выяснять отношения. И настолько мы с ним друг другу понравились, что он предложил мне работу в газете. Так я стала сотрудничать. Алексей Васильевич, у вас какие воспоминания? Вообще... Первый раз переступили порог редакции газеты «Видновские вести». Конечно, помню. Но я не собирался работать в «Видновских вестях», честно скажу. Потому что я сотрудничал с областной газетой, тогда она называлась «Ленинское знамя». И выполнял задание «Ленинского знамени». И зашел, это была уже привычка, в районную газету. И первый материал был у меня, как сейчас помню, о том, как готовиться к весенней посевной в колхозе имени Владимира Ильича. В нынешних горках. Сделал один материал. Потом получилось так, что поехал по заданию колхоз имени Максима Горького. Там ЧП произошло. Под снегом снег не выдержали. И розы завяли. Там крыша провалилась в теплицах. Второй материал сделал. А третий материал дал задание Икуничев. И когда я написал третий материал, зашел снова в редакцию. А он говорит, Алексей, извини, я тебя тут в штат оформил. Не будешь против? Ну, как-то вот так. Я говорю, я еще диплом не написал. Мне еще диплом писать. Да напишешь, сказал он. Ну и так вот стал я. Так и произошло это знакомство. Владимир Владимирович, ваши воспоминания о том, как... Вы вообще помните, например, когда вы первый раз взяли в руки газету «Видновские вести»? Ну и тогда это, конечно, был Ленинец. Я что хочу сказать. Я немножко раньше начал их общаться с газетой. Да. С 65 по 68 год я служил в армии. И был внештатным фотокорреспондентом газеты «Красная звезда» в Закавказском военном округе. Я служал в армии. Делал фотографии своих сослуживцев. Как они занимались. Прочее, прочее. Посылал их в газету. Они их публиковали. А я получал гонорар. Вот так я познакомился с газетой. Ну а с газетой «Видновской вести» я познакомился ближе всего еще, ну можно сказать, тоже в 70-х годах, когда я работал в пионерском лагере. В пионерском лагере приезжали, писали о нас, как мы работали. Потом в арсекторе с организацией тоже самое. А вот поруководить газетой, как бы, ну не поруководить, а быть причастным к ее изданию, к ее работе, я волей судеб оказался вот в 2005 году, когда вот нас передали в Видновскую дирекцию киносети. То есть вернули и соединили. И вот тогда я столкнулся с этой газетой. Я, как бы сказать, воочию не был знаком с их работой. Но когда вот столкнулся, то надо сказать, что я уже работал со средствами массовой информации, с телевидением. Но это было, как бы сказать, родное мое, мы вместе создавали, шли вместе с вами, как бы сказать, делали первые шаги, и это было новое дело. А газета бы жила для нас все равно, была авторитетом. И в какой-то степени мы ходили, хотели, что ли, как бы, похожими быть на них, но по-своему. Потому что они к тому времени были, ну, как сказать, капитальным средством массовой информации, за плечами большая жизнь. А мы с вами делали первые шаги. И я, как бы сказать, с большой насторожностью приходил в этот коллектив. С большой насторожностью. Ну, а после этого оправдали, что называется, вашу насторожность, чтобы она ушла куда-то в тень? А как же, всегда коллектив. Ну, коллектив оправдал все мои надежды, потому что, надо сказать, коллектив-то рабочеспособный был. Почему был? Он таковым и является. Поверьте мне, Владимир Степанович, даже нисколько не сомневаюсь. Ну, и я уж, с вашего позволения, тоже немножко расскажу о своем знакомстве с газетой «Тогда еще Ленинс». Сегодня это «Видновские вести». Я занимался, ну, еще там мне было лет 10, и к нам приехал фотограф и небольшую фотографию в духовом оркестре я занимался. И сделал очень известный фотограф. Вот сейчас вот вылетел у меня из головы. Не Борис Иванович, это... Липов Мещеряков. Мещеряков. А, так и из Ленинского знамени. Конечно, Мещеряков приехал к нам в духовой кружок, сфотографировал, все. И какая-то вышла небольшая замечка. В клубе, да, поселок Володарского занимаются ребятки в духовом кружке, и я там, значит, с трубой сижу. А уже чуть позже... Вот это вот первое мое знакомство было. А уже чуть позже я прислал в редакцию газеты «Видновские вести», а тогда это Ленинс, свои кроссворды, которые составлял. И вот я сейчас до сих пор жалею, прямо скажу в прямом эфире об этом, о своей жалости. У меня дома нашел в архиве газету, где главным редактором стоит Плотников Алексей Васильевич. А если мне память не изменяет начальника отдела по работе с письмами, Ника Васильевна решительна. Вот такой у себя дома обнаружил архив «Видновские вести». Это какой-то там, какие-то 80-е... Да, 80-е, 86-е. Мы должны быть свидетельствами принеси. Я хотел, но честно говоря, вот что-то... Все, договорились, обязательно это... К юбилею. Да, к юбилею. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя, давайте пообщаемся. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я жительница города Видное. Газеты «Видновские вести» выписываю очень давно. Я думаю, что вот эти вот местные газеты, они интересны тем, что можно прочитать и узнать то, что происходит, в общем-то, вокруг нас всех, и мы, может быть, этого не видим и не замечаем. Я думаю, что такие газеты очень полезны. Ну вот, к сожалению, сейчас как-то не очень они котируются, насколько я понимаю. И это очень жалко, потому что именно эти газеты, в общем-то, воспитывают чувство патриотизма у людей. Потому что они освещают как раз то, что касается нашей малой Родины. Конечно, Большая Родина – это замечательно, но Малая Родина, она все-таки ближе. Теперь, что касается юбилея газеты грядущего. Очень хочется поздравить весь коллектив Нику Васильевну. Спасибо. Меня зовут Тамара Павловна, если помните. Да, да, конечно. И думается мне, что, в общем-то, и в будущем газета будет очень интересна для читателей. Будут они наверняка там разные материалы, видите, которые интересуют. Каждый что-то найдет, что-то свое, что будет ему близко, что будет ему интересно. И еще, конечно, хотелось бы, ну, чтобы больше освещалось то, что происходит в молодежной среде. Потому что то, что сейчас творится вот в этой самой молодежной среде, честно говоря, как-то очень беспокоит. Вот нужно все-таки воспитывать нашу молодежь. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы знаете, вот если честно, я хотел бы попросить те люди, которые сейчас смотрят наш прямой эфир, вы видите телефоны на своих экранах, давайте попробуем вот какую-то провести совместную еще и работу. Не только розыгрыш призов, но и какую-то совместную работу. Что бы вы хотели видеть в 16-м году на странице газеты «Видновские вести». Вот первый такой наказ читателей своей любимой газете мы уже получили. Побольше, да, может быть, материалов о молодежи, о ее жизни, чем они сейчас живут и занимаются. Я думаю, что вот первый, да, вот этот такой заметочек мы уже принимаем. Ну и сейчас я предлагаю посмотреть еще один ролик, почему жители Ленинского района подписываются на газету «Видновские вести». В наше время мы все больше и больше узнаем информацию из сети интернет. Но как же приятно взять в руки настоящую книгу, газету. В нашем районе есть такое замечательное здание, как «Видновские вести». Я и сам на нее подписан. Здесь можно узнать интересную информацию о истории нашего города, последние новости, афиши. Подписывайтесь на газету «Видновские вести» и будьте всегда в курсе свежих новостей. Ну что ж, вот и интернет-сообщество подключилось, да, газете «Видновские вести», потому что, ну, действительно, всегда приятно, приятно взять в руки и книгу, и газету, да, и полистать вот странички, да, самые, что есть, настоящие бумажные странички. Ну что ж, друзья, а мы переходим к розыгрышу, переходим к розыгрышу призов, призов, которые мы подготовили для наших подписчиков, которые, еще раз напоминаю, подписались в день города 12 сентября. Я перехожу к лототрону и, как говорится, поехали. Итак, следующий шар под номером, секунду, под номером 105. И я заглядываю в свой список, кто у нас значится под номером 105. Это житель города Видное с улицы Советская, дом 3, Осипов В.Я. Есть у нас такой подписчик, отмечаю, номер 105, и ему достается, ну вот видите, у нас мужчине досталась терка яблока. Ну это специально, да, мы в газете «Виновские вести» очень часто публикуем и рубрику «Шесть соток», и какие-то кулинарные рецепты, да, поэтому я думаю, что для наших зрителей это будет интересно, такая терка яблока. Ну что ж, идем дальше, следующий, следующий шар. Есть, и следующий шар у нас под номером 101. 101, житель города Видное, луговой проезд, дом 9, Федотова, Федотова, наша подписчица, подписчица Федотова. Ну что ж, есть номер 101, также выкладываю сюда, и ей достается картина, репродукция под названием «Традиции». Ну что ж, я думаю, она тоже займет свое такое почетное место, да, в доме, да, от газеты «Видновские вести». Ну, вот вы знаете, наверное, словами не всегда можно передать то, чем живет газета, как она развивается, как она выпускается, как она делается. Поэтому сейчас я предлагаю всем нашим телезрителям посмотреть сюжет, как делается газета сегодня. Издание газеты тяжелый коллективный труд. В редакции существует график сдачи готового выпуска в печать. Свежие газеты, которые подписчики получают каждый вторник и пятницу, сдаются в печать в понедельник и четверг соответственно. Следующий этап – верстка. В этот момент могут поменяться заголовки, расположение материалов и фотографий на газетных полосах. Сверяются факты, цифры, материалы. Происходит финальная вычитка текста дежурным редакторам. А главный редактор газеты «Видновские вести» Ника Решетина отвечает за каждое слово в газете. Она вот у нас такое чудесное око над нами. Она все время газету читает и вычитывает на любом ее этапе. Когда готовится материал, издаем мы ей. Она читает газету, когда она на верстке, она читает ее, когда она на выходе. И постоянно она за этим следит. Официальные новости, разъяснительные статьи, исторические материалы, очерки об известных людях Ленинского района, освещение спортивных и культурных событий, молодежное приложение «Ровесники» – все это газета «Видновские вести» сегодня. Каждый день я в газету готовим материалы. Одни уезжают, другие приезжают в задания. Отбираем фотографии, пишем журналистские материалы, верстка идет. Эта работа не заканчивается ни в один день. Но в понедельник мы сдаем газету в типографию. А зрители нашего телеканала, которые по каким-либо причинам пропустили еженедельные прямые эфиры с представителями власти, теперь всегда могут прочитать стенограмму в газете. Мы очень бы хотели, чтобы к нам приходили молодые, энергичные и очень заинтересованные в этой профессии молодые люди. Редакцию «Видновских вестей» можно назвать «Кузнецей кадров». В разные годы отсюда в областную и центральную печать вышли высококлассные специалисты. Издание стало своеобразной летописью края. Несмотря на то, что территория района уменьшилась, работа у журналистов родной газеты не стала меньше. Наталья Буслаева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ну вот так вот и сдается газета сегодня в современных реалиях. И имея к этому небольшое отношение, хотел бы сказать, поверьте мне, это действительно очень большой кропотливый труд. И те люди, которые работают в газете, как уже было сказано в сюжете, отвечают, что называется, за каждое написанное слово. А у нас есть телефонный звонок. Давайте пообщаемся с нашим подписчиком на газету «Видновские вести». Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер, коллеги. Я, Медведева Людмила Петровна, сотрудник Видное ТВ. Хочу раскрыть секрет создания передач по истории родного края, которые, я надеюсь, знают и любят жители. Когда я однажды, и это было давно, я прочитала статью Рязанкина об истории нашей местности, я потеряла покой. Судьба меня привела на канал Видное ТВ. И мне представилась честь делать программы по истории нашего края. Спасибо вам, газета. Спасибо. Рязанкин один из первых наших краеведов, с которого начиналось краеведение, да, тогда в районе. Потом краеведческое общество уже в начале нового столетия появилось. И потом мы перешли от заметок, вот как раз перешли, Владимир Степанович, наверное, как раз может поподробнее рассказать об этом, к серии книг «Люди нашего края», которая стала выпускаться при поддержке администрации, лично Селезневу Алексея Петровича. Вот, и мы выпустили уже семь книг, ну, и журналы еще... Да, да, мы еще, естественно, об этом, естественно, еще расскажем, да. Я уверен, что у каждого человека, чем бы он ни занимался, какой-либо профессии не овладевал и не работал, у каждого человека есть какой-то определенный пример, да, пример в профессии его. Вот мне хотелось бы узнать, Ник Васильевич, Алексей Васильевич, есть такие люди? Ну, если мы говорим в местной газете, в районной печати, то, конечно, для меня это Александр Иванович Якуничев. Он мой наставник, он пествовал меня с первых дней жизни. Безусловно, я могу сказать очень добрые слова о Татьяне Александровне Аниной, которая в свое время тоже возглавляла газету. Это и Вера Григорьевна Азарова, наши кадры, которые уже не работают, но которым я очень много благодарна. Алексей Васильевич. Ну, мы работали и начинали с Никой Васильевны в один и тот же период, поэтому для меня молодого тоже, конечно, это первый пример. Это Александр Иванович Якуничев, редактор газеты, Евгения Петровна Сорокина. И я могу сказать, что потом я перешел в областную газету, у них с Никой Васильевны вместе работала, продолжает работать Каберидзе, например. И могу сказать, что уровень их говорит о том, что не только они могут и публикуются в районной газете, ну и в областной, и когда мне нужно было сделать материал, например, по Оленинскому району, я не успевал, я просил, и они откликались, и эти материалы тоже шли с колес. Это говорит о том, что уровень районной газеты, костяк, который составляют такие журналисты, он достаточно высокий, и я этим, например, горжусь. Спасибо, спасибо большое. У нас есть телефонный звонок нашего телезрителя, может быть, мы от него узнаем еще какую-нибудь рубрику, которую с удовольствием мы публиковали бы уже в следующем 16-м году в газете «Видновские вести». Добрый вечер. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Говорите, говорите, говорите. Здравствуйте, меня зовут Рящина Наталья Алексеевна. Я член общественной палаты района. Заместитель председателя общества инвалидов. Вашу газету выписываю еще с тех времен, когда называлась «Ленинс». Мне очень нравятся ваши материалы, особенно остренькие. Нравится рубрика «Вопросы-ответы» с руководителями района. И вообще хочу сказать огромное спасибо Нике Васильевне, потому что в вашей газете очень много публикуется материалов о жизни общественных организаций. Это очень важно. И я считаю, что все люди, живущие в нашем районе, должны быть в курсе происходящих событий. Все, что у нас происходит. И в вашей газете процветание и так держать. Огромное вам спасибо за то, что вы пишете. Хорошо, остренько, грамотно. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы знаете, я вот хочу сразу по следам звонка нашего телезрителя задать вот такой вопрос. Я все прекрасно понимаю. Многие газеты живут уж, извините, на каких-то определенных жареных фактах. Публикует те или иные материалы. Как сложно бороться за читателя, который берет в руки газету и видит не, уж извините, да, не желтую прессу, не, как я выше сказал, там, жареные факты и вот, да, все, что под этим определением понимается. А в газете пишутся те события, которые происходили, что называется, да, ну, можно назвать, там, не знаю, от первого лица, да, мы пишутся, или там они рассказывающие о том, что происходило в районе. Насколько это сложно бороться в такой газете за читателя, Ника Васильевна, учитывая нынешние реалии времени, интернет и все остальное? Нет, не сложно, наверное, бороться. Я думаю, что люди понимают, что районная газета это особый вид прессы, мы единственные в своем роде, мы незаменимые, не интернет, ну, интернет может быть, но там нет таких точных, грамотных фактов, потому что газета это документ, а интернет там много очень нужно проверять. Так вот, почему районная газета, у нее своя ниша, и я думаю, что у нее большое будущее? Можно сказать, что мы провинциально очень точны, понимаете, ни одна большая газета, центральная, никогда не придет так близко к читателю, как районная газета. Где вы еще прочитаете, что творится, что происходит в одном поселении или в другом, например? Понимаете, только, поэтому я за своего читателя, он у нас постоянный, он у нас грамотный, и он, конечно, будет выписывать газету районную, чтобы быть в курсе всех дел. Я абсолютно с вами согласен, почему? Потому что и телеканал Видное ТВ, у этого телеканала, у него тоже примерно такая же политика, в том плане, что каждый, каждый житель Ленинского района абсолютно точно может увидеть себя на экране нашего телеканала, либо прочитать в газете «Видновские вести», какой-то, может быть, репортаж, заметку, статью о том мероприятии, в которых они сами участвовали, да? Будь то какие-то юбилейные мероприятия, какие-то конкурсы, соревнования, в которых принимал ваш ребенок, мама, папа, семья, все кто угодно. И мне кажется, вот эта вот ниша, которую занимает и телеканал «Видное ТВ», и газета «Видновские вести», мне кажется, она дорогого стоит, где каждый человек может прочитать о себе. А у нас есть еще один телефонный звонок нашего телезрителя, давайте пообщаемся, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот у вас в студии находится Мишон Владимир Степанович. Да. Моя фамилия Федорова, зовут Николай Михайлович. Мы в молодости с ним работали в одной бригаде, на каком-то, в мячном цехе. Этот товарищ, можно сказать, совершил подвиг. Вот он очень скромный, никогда не делится ни с кем. Значит, при запуске мячного цеха произошла авария. И вот он, мы, комсомольцы, у нас было 10 комсомольцев, сутки работали, а перед тем, как мы это устраняли аварию, значит, он, можно сказать, своей грудью, укутавшись там в телогрейку, еще чем-то, перекрыл задвижку в огне, прошел сквозь огонь, можно сказать, совершил подвиг. Поэтому вот хотелось бы, чтобы вы отразили это или на страницах газеты, или пусть он сам расскажет. Он очень скромный человек, поэтому мы его все знаем, но как-то, вот знаете, молодежи было бы очень интересно послушать. Спасибо большое. Спасибо, спасибо вам большое. Владимир Степанович, действительно скромный человек, и за те годы, которые мы с ним знакомы, а я знаю его, к сожалению, меньше, чем вы, вот я от него ни разу такой факт не слышал из жизни. Поэтому, Владимир Степанович, сразу после эфира садимся, вы рассказываете, а после этого мы еще сделаем, что называется, заметку на полях об этом интересном случае. Давайте посмотрим. Да, Алексей Васильевич. Да, я могу добавить в отношении Владимира Степановича и Никы Васильевна, что как раз, на мой взгляд, тоже газета не должна, районная газета, быть желтой, желтизной попахивать. Она должна раскрывать, показывать, прежде всего, хорошее, что есть в нашей жизни, что есть у наших коллег, тех, кто рядом. И вот мы сейчас, ваше телевидение показывает встречи, потом вечера с Зубом, например. А я считаю, что вспомните, что было 25 лет назад. Зубова совершенно никто не знал. Вот ему в следующем году будет 25 лет со дня смерти, затем 75 со дня рождения. В этом году шкулевцы отмечают, литературное объединение отмечает 60 лет. Так вот, были стишки молодого человека, 25-летнего, и он время от времени публиковал. Мы на протяжении нескольких лет вместе с литературным объединением, Зименковым, давали эти публикации. Литературная страница была. Литературная страница, да. Конечно. Она и есть, она и есть. И в конечном счете мы получили Зубова, действительно, он оказался как поэта, которого называют видновский Есенин. И теперь с 2003 года есть премия имени Зубова, областная, заметьте, литературная премия. У нас конкурс, у нас фестиваль Зубова. Это вот действительно те люди, и он заслуживает того, и не только он один. Вот наша задача искать таких людей, помогать им раскрываться, потому что, вот, насколько я помню, он больной, это действительно судьба. А с каким интересом, и как он ждал эту газету, публикацию свою, мы помогли. Ну, это связующее звено о том, что мы говорили, о том, что говорили, чем должна быть наполнена районная газета. Я правильно понимаю, да, Алексей Васильевич? Она этим отличается от центральной плечи. От других, от всех других, да. Совершенно верно. И это меньше будет только ее. Больше никто не сможет ее занять. Так же, как и канал Видное ТВ. Для этого все и работают. Согласен. А у нас есть еще один ролик, чтобы мы услышали еще одно мнение, почему нужно и необходимо подписаться на газету Видновские Вести. Внимание на экран. В клубах тренируется больше ста спортсменов. Успешно выезжаем и выступаем на областные, московские, всероссийские соревнования. Занимаем призовые места в личном, в командном зачете. Как в нашей любимой газете Видновские Вести мы можем прочитать и узнать о результатах, которые показывают наши спортсмены. Советую всем подписываться на эту замечательную газету. Ну вот еще одно мнение нашего читателя. Ну, а мы переходим вновь к розыгрышу призов, которые мы подготовили. И Лототрон нам в этом поможет. Итак, вращаем барабан. Есть и у нас шарик с номером 111. 111. Мне прямо сейчас сразу Лото вспоминается. Да, помните? Барабанные палочки. Вот это вот все. Итак, смотрю свой протокол. Номер 111. Видны. Жуковский проезд. Дом 5. Меркушев А.С. Есть. И он у нас получает сразу, смотрю, какие у нас призы, и он получает приз фильтра для воды. Фильтр для воды, который поможет пить экологически чистую воду и читать экологически чистую газету «Видновские Вести». Мне самому понравилось такое сравнение. Идем дальше. Следующий шар. Так. Ну, в какую сторону? Есть. И следующий шар с номером 164. С номером 164. Смотрю. Это у нас город Видное. Советская улица. Дом 19. А. Пустовалов. А.А. Номером 164. И он получает, и он получает книгу, получает книгу «Поклонимся великим тем годам», которая издавалась, да, редакция газеты. На базе готовилась. Готовилась на базе «Видновских Вестей». Поэтому вот такая книга, она очень хорошо иллюстрированная, да, хорошие авторы работали. Поэтому я думаю, это будет приятный, приятный подарок. Ну что ж, а мы идем дальше. Наш розыгрыш продолжается. Внимание на лототрон. И следующий шар у нас под номером 171. Смотрю в протокол. Деревня Пуговичный дом номер 12. Сукманова ОВ. Номер 171. И она получает, она получает сертификат в кинотеатр «Искра» на два лица. Вот такой вот подарочный сертификат в кинотеатр «Искра» на любой сеанс, который вы соизволите прийти с 1 по 15 декабря. Приходите. Я думаю, что это будет интересно. Вот такой подарочный сертификат. Идем дальше. Следующий розыгрыш. Так, где у нас шарик? Вот он. Есть номер. Номер 161. Отмечаем в протоколе. Город Видное, Советское, дом 44, Габелка, ВС. Номер 161. И он также получает сертификат на посещение кинотеатра «Искра» с 1 по 15 декабря на любой сеанс, на любой фильм, который ему, ну и в семье, да, может быть, да, захочется. Следующий розыгрыш. Еще одного сертификата на посещение кинотеатра «Искра». И у нас, получается, вышел номер 193. Номер 193. Город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 15, корпус 2, Трухина, НТ. Что ж, отмечаем. Так, отмечаем номер 193. То же самое, подарочный сертификат на посещение кинотеатра «Искра» на два лица в любое время, на любой сеанс, на любой кинофильм, который в это время проходит у нас в кинотеатре «Искра». Ну что ж, предлагаю еще, да, провести несколько розыгрышей. Так, у нас уже скопилась тут большая такая уже, получается, кучка. Идем дальше. Есть, и следующий шар под номером. Так. Следующий шар под номером 168. 168, отмечаем в протоколе. Город Видное, советское, дом 48, Бухта Ярова, ГА. К сожалению, вот в следующий раз, когда мы будем проводить очередную льготную подписку уже на 2017 год, мы обязательно будем спрашивать имя, отчество. Ну, уж простите, да, если я называю только по имени. Итак, номер 168, Бухта Ярова, ГА, она получает подарочный сертификат на два лица в кинотеатр «Искра» на представление «Новые русские бабки». 5 декабря в 19 часов в кинотеатре «Искра». Вот такие у нас подарочные сертификаты, и мы еще сейчас узнаем еще двух обладателей, обладателей таких подарочных сертификатов. Так, номер 120, номер 120, отмечаем в протоколе, номер 120, город Видное, Советская улица, дом 54, Федотова А.С. Уважаемый подписчик, вы также получаете подарочный сертификат в кинотеатр «Искра» на представление «Новые русские бабки» 5 декабря в 19 часов. Ну и еще, еще один подарочный сертификат на это же самое представление, и мы смотрим номер шарика, номер 136. Номер 136, город Видное, Школьный дом 45, Мусатова и В. Вы получаете также сертификат на новых русских бабок. Вот такой вот сертификат мы сейчас с вами разыграли. Давайте еще немножко пообщаемся, почему, потому что мне вот, например, хотелось бы задать такой вопрос, потому что в «Видовские вести», когда читатель ее получает, да, эту газету, он видит, что называется, вот она, готовая, да, красивая, нарядная. А было ли в вашей журналистской практике такие истории, которые, может быть, не попадали никогда на страницы газеты «Видовские вести», но о них всегда помнишь, когда бы они ни произошли? Может, какие-то курьезные моменты, может быть, какие-то интересные, смешные, интересные истории? Курьезных, у нас, мы серьезно к всему относимся очень, а вот всяких драматических, да, бывают события, это, конечно, чаще всего связано с ошибками, с неточностями, для нас это трагедия, люди все переживают как один, вот, а курьезных нет, я не припомню, Алексей. Ну, действительно, кто-то из великих сказал, что с того дня, как появилась газета, появились ошибки, ничего не поделаешь, и один из первых дней, когда мне пришлось дежурить по газете, все нормально было, посмотрели, в типографии подписали, в том числе был материал большой «Глаз вопиющего пустыни», и вдруг выходит газета, и крупным заголовком, как «Глаз вопиющего пустыни», или второй случай уже, когда недовольны, вот, ошибки, когда публиковали списки кандидатов-депутатов, а их тогда было очень, очень порой много, и обязательно в списках были неточности, ошибки, и, конечно, из-за сполкома звонили, ну, как же так, ну, как это, невнимательно вы смотрите, ну, и Кончев тогда и предложил, а вы сами, вот, поезжайте, и тоже пусть ваши специалисты читают и смотрят. Вот председатель исполкома, да, вычитывает, и звонит в типографию, ну, как, точнее, она отчитывается, все в порядке, Георгий Васильевич, прочитали, прочитали, все нормально, все нормально, выходит газета, списки идут, одна полоса, вторая, третья, наверное, полоса 10, все там нормально, а подпись вместо председателя исполкома Видновского горсовета, там, Челикиди, прошу прощения, Чулукуди, вот, да, да, да. Вот такие случаи, помимо курьезных случаев, бывают и драматические, тогда, когда газета должна отправлять, печатать, а делать некому, и тогда ноги в руки, интернет не работает, диск в карман и полетел. Ой, а что одна? Ну, что ж, такое бывает. Благодаря тому, что в газете сотрудники такие, которые не считаются ни со временем, ни с чем, она выходит вовремя всегда и всегда правильная. И ведь есть одно отличие между газетой и телевидением, кажется, средств массовой информации. Вот если у них ошибка, то эта ошибка практически остается на всю жизнь, на все время существования. Конечно. А в телевидении ошибка прошла и нету. Да, и забыли. И забыли. Она остается там, и уже ее можно поправить. Вы знаете, по поводу ошибки... Написано пером, не вернусь топором. Да, я не буду называть город, не буду называть газету. И когда время такое было, но мне рассказали одну историю, что, ну, то же самое, да, выпуск газеты, и все, уже отправили на печать. Потом выяснилось, что они отправили на печать газету, которая уже вышла до этого. А, такое бывает. Или неправильный вариант отправить. Да, либо такое, да. То есть они, условно говоря, в Виндовские вести уходят во вторник и в пятницу. Вот номер за пятницу отправили, который вышел в номер во вторник. Ну, такая, конечно, история не очень приятная. Конечно, главному редактору наверняка досталось, да. Но вот такие вот действительно истории... Нет, но мы до такого не доводили, поэтому, когда все это схватывается, сразу принимается решение, что делать дальше. И здесь коллектив идет на все, чтобы этого не допустить. Вот о чем я говорю. Потому что коллектив, Виндовские вести, он именно такой. Перепечатывать газету, когда уже отпечатан тираж. Такое было не раз. У кого? У нас не было. У нас не было. Это у вас было, так, в области. Вот, наконец-то, уже к концу эфира мы немножко поднимаем градусы настроения. Давайте посмотрим. У нас есть еще один ролик, когда мы спросили у человека, для чего подписываться на газету Виндовские вести и для чего это необходимо сделать. Виндовские вести пишут о политических, развлекательных, исторических и многих других новостях, мероприятиях нашего города. Именно поэтому моя семья, в частности бабушка, подписалась на Виндовские вести. И мы рекомендуем каждому подписаться именно на эту газету. Ну вот и мнение совсем юных читателей, читателей газеты Виндовские вести. Ну а я, с вашего позволения, перехожу к розыгрышу очередных призов. К сожалению, их не так много остается, но они еще есть, поэтому внимательно следите за лототроном и какие у нас выпадают номера. Итак, номер шарика 185. 185 – это город Видное, улица Советская, дом 3, Носово, ЕА. Ну а приз, Алексей Васильевич, можно объявить приз, который сейчас у нас наша подписчица выиграла. Ну, в таком случае, газета «Книга Видное» вчера, сегодня, завтра. Да, замечательная книга. 50-летие у города Видное, да. Тоже на базе видновских вестей, да. Да, вот такую книгу, давайте я. Все призы, хотелось бы обратиться ко всем нашим телезрителям, которые подписались на газету «Видновские вести» в день города. Я еще раз напоминаю, все призы, которые вы сегодня, да, получили в результате розыгрыша, можно получить по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 6А, в здании телеканала «Видное ТВ», в отделе маркетинга. Поэтому приходите. Ну, а те, кто все-таки по каким-либо причинам, может быть, не видел эфира или еще что-то, мы обязательно найдем способ, чтобы доставить ваши призы вам, что называется, по адресу. Ну, а мы переходим к следующему розыгрышу. Привет всем, ты не спрашиваешь. Нет, ты зря. Итак, номер 179, номер 179, город «Видное», ПЛК, дом 19, корпус 1, Корягин Н.Б. Корягин Н.Б. И он, Алексей Васильевич, оглашайте, какой у нас следующий приз? «Видное» этажей Басова, так что ли? Да, конечно. Это тоже книга из серии «Люди нашего края». О первостроителе города «Видного», герой социалистического труда. Да, один из первостроителей города «Видное», вот такая книга также у нас получает наш подписчик. Ну, и барабанная дробь, мы разыгрываем наш последний приз, каким он будет, сейчас узнаем. Ну, а кто это будет, сейчас мы тоже узнаем. Итак, номер 158. И я смотрю, номер 158, город «Видное», улица Советская, дом 44, Маркова ЕА. Маркова ЕА, она получает приз. Алексей Васильевич, озвучьте, пожалуйста, приз. Товарищ директор, о первом директоре «Коксогазового завода», герое социалистического труда, Павле Федоровиче Гаевском, который строил этот город. Ну, в таком случае подписать надо, да, Марковый? А давайте мы после эфира, чтобы не тратить эфирное время, мы обязательно это сделаем. Ну, я думаю, что все мы с удовольствием подпишем, да, и вот такой вот приз, еще одна книга уйдет в личную библиотеку читателей газеты «Видновские вести». Ну, что ж, к сожалению, время, время неумолимо летит, летит стремительно. И последний вопрос, который я хотел бы задать всем присутствующим. Ник Васильевна, для вас вопрос. Какой будет газета в 2016 году? Какой увидят ее наши читатели? Может быть, какие сюрпризы вы готовите? Какие-то, может быть, интересные рубрики, статьи? Давайте об этом расскажем. Мы постараемся сделать для читателей газету, любящую своих читателей, свою родину, всех, кто создает ее благополучие. В этом, прежде всего, мы видим свою задачу. И, конечно, как вот нам подсказывают наши читатели, нам нужно больше писать о молодежи, о воспитании. Вот тем, между прочим, и вот сейчас мы подарили книги, а вы обратили внимание, что там везде человек, это звучит гордо. То, что мы перестали совершенно, вот, в большинстве, особенно центральная пресса, или как-то отражать. А когда человек звучит гордо, то это значит, ты сам совершенствуешься, и общество становится лучше. Полностью с вами. Полностью согласен. Алексей Васильевич, ваше слово. Какое вы видите газету в 2016 году «Виновские вести»? Ну, я посильную помощь готов оказывать, оказываю. Занимаюсь в последнее время очень увлекся краеведением, историей. Без истории Видного, Видновского края, я газету «Виновские вести» не представляю. Поэтому все, что могу. Сейчас уже езжу, продолжаю ездить в Химки, в газетный архив Ленинской библиотеки и в областной архив. Там есть интересные материалы, мы постараемся их, связанные с Видным. Валерий Степанович, на ваш взгляд, какой должна быть газета в 2016 году? Ну, какой газета должна быть? Во-первых, она не должна терять своих позиций. Это раз. Должна быть доступной, чтобы ее как можно больше читали. Это значит, нужно делать подписку, надо изыскать другие формы подписки, потому что по сегодняшним условиям не все могут подписываться. Поэтому надо администрации об этом поводу подумать и сделать так, чтобы все-таки газета была более массовой. Поверьте мне, уже в этом направлении точно работа идет. Ну, слава богу. Очень помогает телевидение, видите? Я хорошо. Слава богу. Ну и, конечно, я поддерживаю Алексея Васильевича. Дело в том, что действительно, для того, чтобы знать будущее, надо знать свое прошлое. А для того, чтобы знать свое прошлое, нужно обращаться, как бы сказать, к нашим отцам, дедам о том, что они делали, что говорили, и на них ориентироваться. Вот и все. Спасибо. Спасибо за то, что вы пришли, приняли самое активное участие в розыгрыше лотереи. Ну, а я хотел бы обратиться ко всем нашим телезрителям. Вы знаете, до 1 декабря на газету «Видновские вести» можно подписаться по льготной цене. Она составляет всего 626 рублей 16 копеек на целый год. Лично мне кажется, что это не самые большие деньги, которые нанесут какой-то урон вашему семейному бюджету. Поэтому я призываю всех своих знакомых, всех, кто вот сейчас слышит или, может быть, передает всем своим друзьям. Давайте вместе подпишемся на газету «Видновские вести». И поверьте мне, вы будете первыми читателями, которые узнают все самое интересное, что происходит в районе, что происходит в нашем любимом Видновском крае. Спасибо. Спасибо тем, кто уже подписался на газету. Ну, а кто еще не успел, время до 1 декабря еще есть. Всего доброго. Огромное спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания.